Предательство России своих союзнических обязанностей очевидно. Они сейчас не могут даже делать танки, потому что у них кончились подшипники. Они покупают сейчас оружие у Северной Кореи и у Ирака. И долго они смогут это делать. Россия сделала так, чтобы мы проиграли, чтобы она пришла, нас спасла, и в итоге свои войска ввела в Арцах. То есть план этот за счет поражения Армении и Арцаха ввести туда российские войска был еще в 16-м году. Всем привет! Мы находимся в книжном магазине «Питер Маркер» и благодарим за то, что предоставили нам помещение для интервью. Сегодня у нас в гостях Овсеп Хуршудян, который является общественным деятелем и руководителем общественной организации «Свободный гражданин». Приветствую, Овсеп Джян. Здравствуй. И сегодня мы поговорим на различные темы, которые связаны с политической ситуацией в Армении. Но первое, что я бы хотел спросить, это вообще, как в принципе ты сам попал в политическое пространство в Армении, с чего все началось и как ты вышел в итоге из политики. Я сам себя удивляюсь, как я туда попал, потому что я человек не политический по своей сути, я больше склонен к научной деятельности, к познанию, к рефлексии. А так получилось, что я действительно попал в политику. Но времена были такие, знаешь, слишком много было коррупции, слишком много было... Это какой год? Ну, это 90-е, конец 90-х, начало 2000-х, так, когда я поступил младшим научным сотрудником, так скажем. Я, извиняюсь, сеньор-эксперт, старший эксперт. Старший. Но я себя чувствовал младшим экспертом, поэтому мне так впечатлилось. Ну да, у нас называлось сеньор-эксперт в Армянском центре стратегических и национальных исследований, который был основан Рафио Вансяном, первым министром иностранных дел. И тогда, это уже было после ВУЗа, после армии, и я тогда уже начал подумывать о том, что чисто научная деятельность как бы недостаточно для того, чтобы преодолеть те вызовы, которые стоят перед страной. А мне как бы было немножко не по себе, что я как дезертир, занимаюсь только тем, что мне приятно, а этого недостаточно для того, чтобы поменять вот эти изменения, которые нужны, которые я видел, что нужно делать стране. Было видно также, что коррупция все больше и больше начинает укореняться и в обществе, и в бизнесе. И вот так понемножку я начал интересоваться политикой, практической уже политикой, в принципе, политикой. Я интересовался, я читал газеты, я следил за ситуацией, но так как сам Рафио Вансян был активно вовлечен в политику, он в 2002 году организовал свою партию «Наследие». Тогда же меня пригласили участвовать в разработке программы партии, как эксперт коллегии, и Степа Сафарян был вместе с нами. Мы разработали эту программу, и эта программа нам так понравилась, то, что мы написали, что мы решили, что в принципе, а почему бы и самим не стать членами партии, которые будут работать именно по этой программе. Я не любил, не хотел стать членом партии, потому что это всегда действует как-то ограничивающе на твою свободу. Естественно, это дисциплинарная организация, где жесткая дисциплина, где есть партийная дисциплина, где есть все-таки иерархия. Это мне как бы всегда было не понутру, всякие иерархии, всякая дисциплина вот такого рода, да, особенно после армии уже не хотелось таких иерархий. Но все-таки пришлось, и всем нам приходится чем-то жертвовать, если мы хотим что-то так же делать. Необходимость заставила. Друзья, мы подготовили для вас наикрутейшую новость. Soverear Online запускает поток на новую программу обучения, продвижение в Telegram. Почему Telegram? Аудитория Telegram превысила 1 миллиард пользователей. За этот год рост Telegram составил 63%. А в большинстве стран Telegram входит в тройку самых популярных мессенджеров и социальных сетей. Чему вы научитесь, пройдя курс продвижения в Telegram? Первое. Создавать каналы и привлекать в них десятки тысяч подписчиков с нуля за небольшие деньги. Второе. Зарабатывать пассивно на рекламе в Telegram каналах от 1500 долларов в месяц. Третье. Продвигать бизнес других клиентов в Telegram и зарабатывать на предоставлении услуг Telegram-маркетолога несколько тысяч долларов в месяц. Четвертое. Продвигать собственный бизнес и привлекать огромный поток клиентов. Неважно, чем вы занимаетесь, продажей строительных кранов или маникюрным салоном, в Telegram есть клиенты для любого бизнеса. Ну а теперь о самом главном. Как проходит обучение и сколько это стоит? Обучение проходит полностью онлайн внутри Telegram-бота. Учиться можно в любое время и в любом месте. Курс состоит из 7 видеоуроков и 100 онлайн-тестов. Ученики объединяются в небольшие команды для нетворкинга и совместного обучения. Полное прохождение курса в среднем занимает 2 недели. А стоимость, как и всегда, смешная. Полный доступ к курсу, занятиям, онлайн-тестам, командной работе стоит всего 75 долларов. Платеж разовый, доступ к курсу пожизненный. Можете просматривать сколько раз хотите. Друзья, можно бесконечно долго откладывать и искать лучшее время для старта. Однако лучше времени, чем сегодня, быть не может, так как мы не знаем, что будет завтра. Сегодня еще есть возможность ворваться в Telegram и занять свою нишу, как это когда-то было доступно в Инстаграме. Но в какой-то момент и в Telegram множество ниш будет занято. А пока не теряйте время, переходите по ссылке внизу, получите доступ к первому бесплатному уроку по основам Telegram. Действуйте! Ну вот конкретно про выборы, если говорить пиком партии, можно сказать, было участие в президентских выборах. И тогда был ли тогда реальный шанс, сейчас оглядываясь назад, был ли тогда реальный шанс победить, в смысле не просто победить на выборах, а в действительности взять власть? И почему это не удалось сделать? Факт в том, что мы победили, но Де Юре не удалось это закрепить, потому что выборы были сфальсифицированы. Даже наши рианые оппоненты признали нашу победу, или Вонтер Петрусян признал, что Рафи Вованисиан выиграл. Рафи Вованисиан, который нас очень сильно критиковал, даже он сказал, что после выборов он сделал соцопрос в районах, и увидел, что люди, как экзит-пул, около 60% сказали, что они голосовали за Рафи. Мы знали реальные цифры, что действительно мы выиграли, но США Рафи Вованисиан классифицировал выборы и узурпировал власть. Это не впервые, у нас с 1995 года это постоянно все происходит. Еще прежние первые власти сфальсифицировали парламентские выборы, а потом и президентские 1996 года. Потом это сделали вторые власти, Роберт Кочарян. 1999 год более-менее такой год, когда парламентские выборы все-таки были более-менее легитимные. Не то чтобы полностью свободные и справедливые, но они были легитимные. Они отражали мнение большинства, и поэтому это была довольно сильная легитимная власть. Власть Вазгенса Арктиана и Каренда Мирчана. Но, к сожалению, тогда вот этим 27 октября нам сломали хребет нашей государственности. Сломали хребет, потому что Вазген был очень преданный своему делу и старанию человек. Я думаю, что был значительно дистанцирован от коррупции, во всяком случае системной коррупции, и лично следил за экономикой, тем более, когда стал премьер-министром, следил за военной промышленностью. Когда я сейчас исследую, как и почему у нас военная промышленность не состоялась, я вижу, что это разрушение тех основ, которые были поставлены в начале 90-х годов, было именно после смерти Вазгенса, убийства Вазгена Сарктиана. Там был действительно уже саботаж нашей военной промышленности и внешней силы. А в чем это проявлялось? Не давали заказы, всякие припоны создавали деятельности различных организаций, которые, ну это в основном были частные организации. А крупные базовые организации, которые могли этим заниматься, просто отдали России, это завод Марс, это Мергеляновский институт вычислительных машин математических. А после того, как Марс и Мергелян дали России взамен долга за копейки, она просто убила эти предприятия. Я об этом сказал Затулину во время последнего Summit of Minds в Дилиджане. И он очень возмутился этим, но факт, что он не мог сказать, что это не так. Потому что действительно России не было выгодно, чтобы мы имели свою военную промышленность. Так же, как и не было выгодно, чтобы любая из постсоветских стран имела свою. Чтобы все эти страны покупали оружие и боеприпасы у нее. Поговорим немного о текущей ситуации в мире и в Армении в частности. И пару недель уже, наверное, прошло с того времени, как Николай Пашинян выступил за знаменитой речью в парламенте. Во-первых, как ты сам отнесся к этой речи. Во-вторых, что для тебя вообще сейчас арцахский вопрос и каким ты видишь решение этой ситуации? Я спокойно отнесся к этой речи, потому что я понимаю подоплеку, я понимаю подводные течения, подводные камни, какие там есть. Это сложнейшая проблема, карабахская проблема. И сейчас у Армении меньше всего козырей вообще в этом плане. И у нас остался единственный возможный путь, это дипломатический путь. Дипломатическая гибкость может решить многое. А в этом случае многое зависит, конечно, от опыта и дипломатической сноровки властей. Ну, я бы не сказал, что этот опыт большой, но все-таки, кажется, за последние несколько лет они наловчились кое-чему. И то, что Никол Пашинян сейчас фактически дал пас в этой проблеме, перекинул мяч на поле Алиева, когда он говорит, что окей, мы готовы к компромиссу, мы готовы даже к признанию территориальной целости Азербайджана. А Азербайджан готов к статусу арцах? Шаг должен сделать уже Азербайджан. И я не знаю, что сможет сделать Азербайджан. А что это? Это статус в составе Азербайджана имеется в виду будет? Вопрос в том, что даже к статусу в своем составе Азербайджан не готов. К тому статусу, который обговаривался в Минской группе. А Армения готова? Ну, я говорю, мы должны иметь дипломатическую гибкость. Сейчас уже вопрос не в том, Армения готова или нет. Вопрос в том, что Азербайджан скажет нет по-любому. Понимаете, о чем я говорю? То есть тот статус, который обговаривался в Минской группе, который предлагался сопредседателями в различных пакетах, в различных модификациях, этот пакет предусматривает такой высокий уровень статуса Нагорного Карабаха, который будет являться фактически независимой страной в составе Азербайджана. То есть у него будет своя армия, своя полиция, свои судопроизводства, правительство, парламент. То есть все атрибуты государственности, даже флаг, ким, герб. Единственное, что у граждан Карабаха будет паспорт азербайджанский с добавлением Нагорного Карабаха. Плюс они не будут иметь возможность на внешнюю политику, кроме культуры и спорта. Вот это то, что предусмотрено мадридскими принципами и пакетами урегулированных. Говорят, статус. Так вот сейчас Азербайджан даже не хочет слышать словосочетания Нагорный Карабах. Он отказывается признавать вообще существование Нагорного Карабаха и проблемы как таковой. И такая деструктивная позиция, естественно, будет навлекать прессинг со стороны международного сообщества. Надо было просто подтолкнуть вот этот прессинг. А подтолкнуть Никол Пашнян мог только тем, что выступил с более конструктивных позиций, и сказав, что окей, если мы будем готовы на признание территориальной целостности, которая, кстати, признавалась и бывшими властями, и он прав, он не врет, когда говорит, что все власти Армении признавали территориальную целостность Азербайджана. А что это значит? Не оспайно. Чтобы нам объяснить, вот зрителям, потому что очень много недопонимания у людей возникает вокруг этого, да, что значит признать территориальную целостность Азербайджана с учетом того, что есть вопрос Арцаха, где этот Арцах будет находиться в итоге, в Азербайджане или не в Азербайджане. Что значит признание вот само по себе, сам факт признания? Ну, смотри, последние предложения, предпоследние казанские предложения предусматривали все три принципа неприменения силы, которые главный принцип, и не только неприменение силы, даже угроза неприменения силы. Второе – это территориальная целостность, под которым власти Армении подписались, под таким принципом. И третье – это право на ценно-самоопределение. Сейчас казанские принципы предусматривали референдум, который должен был решить статус Карабаха. То есть Армения признает территориальную целостность Азербайджана, но международное сообщество дает право народу Арцаха решить самому свою судьбу. Причем не ограничивая вопрос, какой мы хотим независимость, мы хотим к Армении или мы хотим к Азербайджану. Вопрос не ограничивается, любой вопрос может быть поставлен на референдум. То есть международное сообщество в лице соприседателя пришло к такому пакету урегулирования, который, вы знаете, саботировал Азербайджан. После этого действительно нам предлагалось вернуть вот эти семь районов без всякого статуса. Но после того, как эти районы будут возвращены, было обещано даже чуть ли не резолюция Совета Безопасности. То есть Азербайджан уже не мог от этого отвертеться, потому что когда уже вовлечен Совет Безопасности, любое его решение, а тем более там у Азербайджана нет права в это, будет уже обязательно. Об этом сказал сэр Сарксян. Если ты помнишь, он в одном из своих интервью открыл рамки и сказал, что вот такое было обещано. Но так как это не было гарантировано все-таки, мы теряли какие-то козыри, еще не получив в ответ ничего, а это действительно было рискованно, потому что мало ли, вдруг поменяется руководство в США, а новое руководство скажет нет, как Трамп. Что он сделал? Он динонсировал все эти переговоры по ядерной сделке с Ираном. А вдруг такое же было и случилось, и что тогда? Территорию ты уже сдал, и никаких козырей нет, ничего не можешь сделать. Так что будем надеяться, что у властей хватит ума и сноровки на то, чтобы очень тонко провести вот эту дипломатическую баталию. Это очень важный этап. Действительно, на кону стоит многое. И действительно, есть опасность военных каких-то опознаваний со стороны Азербайджана. Но если будет правильная диспозиция армянских властей, в том числе в вопросе противостояния Запада с Россией, тогда нам удастся избежать каких-то проблем, крупных потрясений в этом смысле. Ну и последний вопрос, который я хотел бы задать, тем более, что ты уже упомянул Россию. Вот как тебе кажется, какова роль России в Арцахе была до войны? И какова вообще, в принципе, сейчас роль России? И какие, вот как тебе кажется, планы России насчет Арцаха на будущее? Что планирует эта страна? Ну, когда мы говорим о политике России, надо исходить из того, что это империя. И они не скрывают. Это уже стало обычной нормой их пропагандистов говорить, что да, мы империя. А что такого? А империя всегда деструктивно влияет на свои окраины и на своих соседей. Тем более, сейчас 21 век, иерархия нивелируется, времена меняются, взаимоотношения между людьми, между обществом, между народами становятся совсем другие. Мы уже приближаемся, а какие-то страны уже вошли в постмодерн, и где все становится транспарентным, все становится открытым, все становится более либеральным, более демократическим, где это период посттруд, да, когда говорят, пост истинный. Пост правды, да. Любая истина, любая правда может подвернуться сомнению. И в таком положении содержать империю, это странно, и это видно, что это невозможно. Именно действия России показали, к чему может привести, когда ты навек отстаешь от своего времени. И они сейчас не могут даже делать танки, потому что у них кончились подшипники импортные, понимаешь? И они покупают сейчас оружие у Северной Кореи и у Ирака, и долго они смогут это делать. Так что сейчас политика России на Кавказе абсолютно деструктивна. Она была и до войны деструктивна. Эта деструкция началась с 10-11 годов, даже может с 9-го, когда она начала поставлять крупные партии вооружений Азербайджану. Это до 5 миллиардов долларов, причем новейших, во всяком случае для себя, для российского производителя новейших вооружений, которым Азербайджан и победил нас, Армению и Арцах, во время 44-дневной войны. Это довольно странно звучит, но именно наш союзник снабдил основным вооружением. Россия, насколько я знаю, крупнейший поставщик вооружений в Азербайджан. А как послушались российские каналы, то вся вина сваливается на украинцев, в Украину, что она поставляла Азербайджану вооружение, чуть ли какие-то фосфоры, а фосфоры использовала она против Украины, а Украина что-то не использовала. Даже у меня сомнения, есть ли вообще у Украины фосфорное оружие. Ну, я посмотрел статистику, это даже 5% от всех вооружений, которые Россия Азербайджану не передала, Украина даже 5% не передала от этого вооружения, причем это была старая какая-то техника, старые танки. Так что в этом смысле Россия сейчас пытается постоянно за счет армянских интересов, какие-то преференции, интересы взять, принять от Азербайджана и Турции. Как у сильных сторон, сильных и платежеспособных. Ну что стоит России продать какую-то еще одну очередную силу ворца? Продать я имею в виду не только в кэш, что очень возможно тоже, потому что там сидят олигархи, которые могут и за кэш продавать. Там российские государственные интересы часто не совпадают с интересами этих людей, которые правят Россией. Но и за интересы, да. Как это было, например, во время 44-дневной войны, когда они договорились с Путиным, с Алиевым и Эрдоганом, что в итоге войны Азербайджан выиграет, но Россия получит возможность военного присутствия в Арцахе. То есть все были довольны, оказались довольны, кроме Армении. Потому что все это было за счет Армении и армянских интересов. И тем более, не говоря уже о Шуши, мы знаем, как сдались Шуши и Гадрут. И знаем, как эмиссары зачастую из России уговаривали солдат не сражаться, потому что Никол все уже продал, это зря вы сражаетесь, смысла нету и так далее. Все это сейчас стало уже притчей выразить. Я надеюсь, что расследовать не вот этой комиссии, которая создана специально для этого, многое на чистую воду поднимет. Но у меня есть опасение, что это не будет опубликовано, как это было по комиссии 16-го года. Вы знаете, что по итогам четырехдневной войны тоже была создана комиссия, но большинство ее доклада осталось, опять же, секретом. А почему? Я знаю почему. Почему? Очень многое там было связано с Россией. Я вам напомню, что Никол Пашнян был тогда депутатом, обычным рядовым депутатом, оппозиционным в парламенте. И после того, как четырехдневная война окончилась, он выступил с речью в парламенте и сказал, что Россия сделала так, чтобы мы проиграли, чтобы она пришла, нас спасла и в итоге свои войска ввела в борцах. Просто она не просчитала, что сопротивление армянских войск будет значительно сильным и что так легко не будет возможно этот план осуществить, и поэтому пришлось остановить войну. То есть план этот за счет поражения Армении и Арцаха ввести туда российские войска был еще с 16-го года. И об этом все знали, об этом все говорили. Я говорю еще раз, даже Никол Пашнян об этом открыто сказал с трибуны парламента. Мы тоже об этом говорили. Ну, там не получилось в 16-м году, получилось в 20-м. Так что предательство России своих союзнических обязанностей очевидно. Если учитывать ту зависимость, которая сейчас есть в Армении от России, и попробовать кратко сформулировать, обострение отношений с Россией или каким-то образом снижение независимости, как ты себе это представляешь? Возможно ли это сейчас в краткосрочном периоде? Либо это нужно там на долгосрочном уже рассчитывать, что нужно как-то что-то другое усиливать, чтобы настолько сильно не зависеть от России? В действительности это разговор, который требует длительного анализа и расфасовки. Но я вкратце попробую сказать. Например, когда мы говорим о зависимости Армении от России, мы должны понимать, что это не просто экономическая зависимость. Экономическая зависимость не самая важная и не самая опасная, потому что это можно преодолеть. Есть другие экономические партнеры, которые могут заменить, когда нужно, в том числе западные, российские поставки. И даже поставки газа можно заменить на иранские поставки. У нас не очень большие запросы на газ, тем более сейчас развивается усиленный темп, энергетика зеленая, солнечная и так далее, опять же через внешние инвестиции, западные в том числе. Самая важная зависимость – это наличие пятой колонны, которая регулируется, управляется Россией внутри Армении. Такие пятые колонны есть во всех постсоветских странах. В Украине тоже она была очень сильной до 2014 года. В итоге Украина без боя сдала Крым. Это именно наличие пятой колонны, в том числе в военной среде, среди генералитета. Они порядком подчистили вот это все у себя, поэтому они приблизились к этой новой войне более подготовленными. Азербайджан. Азербайджан тоже кишмя кишел российскими агентами, как и все постсоветские страны. Но так как Алиев-старший был сам КГБшником, вы знаете, он был полковником, если я не ошибаюсь, КГБ высокопоставленным, он всех знал прекрасно, кто подчиняется России, на кого есть досье, если ты агент, на тебя всегда есть досье. И он всех их подчистил, и сыну тоже завещал, и Алиев-младший тоже подчистил. Мы это знаем из расследования Ходорковского, вы знаете, этот проект известный, да? Так что почему Азербайджан оказался более независимым в этой войне от России? Потому что Россия с удовольствием воздействовала на Азербайджан бы тоже, если бы могла, но не могла, потому что Алиев оказался умнее наших бывших властей. Он просто очень хорошо подчистил все эти внешние влияния, российские влияния, и благодаря чему России пришлось уступать в другом фронте, а не давить на какие-то точки в Азербайджане, на которые она могла давить, могла бы, если бы имела возможность. То есть вопрос зависимости от России – это вопрос только пятой колонны? Да, для меня это очевидно, потому что если она не может воздействовать на внутренние политические процессы, и есть внутренняя консолидация вокруг какой-либо власти, а власть всегда должна быть легитимой, а у нас, слава богу, легитимная власть, тогда у нее ничего не остается, как уступать уже и действовать в соответствии со своими союзническими обязательствами, потому что она знает, что если она не будет действовать в этом русле, то потеряет Армению. Как, кстати, Никол Пашинян попытался отреагировать 12 мая в прошлом году, когда Азербайджан напал на уже… Во время предвыборной кампании… Именно во время предвыборной кампании это была чисто российско-азербайджанская интервенция против Армении с целью привести к власти здесь пятую колонну во главе с Робертом Качаряном, что не удалось. И тогда Никол Пашинян попытался, он уже сказал, что надо обратиться в Совет Безопасности ООН, после чего у нас все руководство Министерства иностранных дел ушло в отставку. Мы понимаем, что за нити там действовали, и не говоря уже о путче в генеральном штабе вооруженных сил Армении, еще до этого. Это внешние силы, то есть конкретно Россия, которая через свое влияние все время пыталась как-то приструнить Николу Пашиняна, чтобы он не очень-то вел независимую политику, не ориентировался на какие-то западные силы, на Совет Безопасности и так далее. То есть это влияние на суверенитет Армении. И это России удалось. Никол Пашинян понял, что у него недостаточно внутреннего инструментария, чтобы даже обратиться в Совет Безопасности ООН. Даже в этом плане у него были технические проблемы. То есть у него проблема с обращением в Совет Безопасности была связана с тем, что они ушли в отставку? В том числе, да. В том числе, да. Не было стаффа ни одного, даже заместителей, ни руководителя, ни заместителя, он не мог назначить новых, потому что переходное правительство не имеет права на новых назначений. И этим воспользовались внешние силы и эти люди, которые подчинялись внешним силам. Вот в этом плане воздействие России, зависимость от России опасна. А если бы всего этого не было, то спокойно Николу Пашинян обратился бы в Совет Безопасности. Была бы резолюция, чтобы тогда Россия сказала, что нет, мы за Азербайджан пусть продолжают свою агрессию на нашего союзника. Естественно, они не могли этого сказать. Они были в тупике. Единственной возможностью было надавить на Пашинян, чтобы тот не обратился в Совет Безопасности. А Франция, вы помните, ты помнишь, что Франция предлагала, что если Армения обратится, то она внесет резолюцию по введению международных миротворческих сил именно на границу Армению с Азербайджаном. И вопрос бы решился. А мы до сих пор не можем вернуть эти 100 квадратных километров. А почему тогда, если в мае так не получилось обратиться в Совет Безопасности, в ноябре не обратили? В ноябре ситуация была довольно другой уже, кардинально другой. Там были уже договоренности какие-то с Путиным. Ты знаешь, что по делимитации и демаркации уже была договоренность. И я думаю, что он опасался, что Путин там может подыграть Азербайджану. Потому что любой такой... Когда ты видишь, что Запад непоследовательным во многих вопросах, в мае Запад предложил эту помощь. В ноябре этой помощи не было предложено. Я не помню, чтобы Запад такой помощи предложил в лице сопредседателей. Тогда Шарль Мишель предложил чисто экспертное участие экспертов по демаркации и делимитации. На что, кстати, Николай Пашнёв согласился. Что было, я думаю, довольно сложно под путинским прессингом этого сделать. Но по-любому, очень интересный маркер. Хорошо, что ты вспомнил в ноябре. Помнишь, кто был министром обороны у нас, когда снова началось вот это нападение азербайджанцев, и мы опять сдали какие-то позиции без боя. Аршак Карапетян. Никол Пашнёв его снял, поставил своего коллегу-соратника, нынешнего министра обороны Сурена Папекяна. И сразу после того, как Сурен Папекян стал министром обороны, он уже приказал сопротивляться. И наши выкинули азербайджанских оккупантов как минимум из двух-трёх позиции. Маркер типичный. Почему Аршак Карапетян тоже самое не сделал? Кстати, Никол Пашнёв после этого сказал, что если было такое, что кто-то не дал приказ сопротивляться, то это предатель. Да, я помню. К кому это было обращено? Кто мог дать такой приказ? Вот такие кадровые изменения, личностные кадровые моменты очень важны. И внешнее влияние осуществляется через конкретных людей, через кадры. А у нас этих кадров пичкали 20-25 лет, когда была благоприятная среда. Роберт Кучаев был другом Путина, позиционировал себя, отдавал всё наше имущество за бесценок Путину и разрешал внешним российским спецслужбам здесь вербовать направо и налево. Мы не знаем, кого они завербовали. Вот поэтому нужна иллюстрация тоже. Сейчас мы наблюдаем в Армении очень серьёзный кризис политический, как мне кажется. То есть он уже после войны 2020 года, можно сказать, немного ослаб после выборов. Но сейчас снова начинается очередной виток. И вот хочется всё-таки разобраться в нашей собственной новейшей истории и понять, откуда всё это идёт. Если мы говорим о том, что Рафио Ванессиан выиграл те выборы, но Серж Сорексиан узурпировал власть, что в этом случае должно общество делать для того, чтобы никто в стране не мог узурпировать власть, во-первых? А во-вторых, что если всё-таки кто-то побеждает в выборах, то он всё-таки и становился руководителем страны или правящей партии и так далее. То есть какие действия общество должно в этом плане быть? Общество должно постоянно контролироваться. Общество не должно после того, как выбрала власть, отстраниться и сказать, ну мы вас выбрали, идите делайте ваши обязанности. Нет, власть имеет природу. А в основном так общество и делает. То есть общество считает, что оно от выборов до выборов политикой должно интересоваться, а на самом деле правильно не так. К сожалению, да, мы ещё не дошли до того уровня, чтобы общество, большинство истинства, потому что в принципе гражданское общество у нас довольно развитое. И благодаря именно гражданскому обществу нам удалась революция в 2018 году. Этот взрыв был именно ответом на постоянные фальсификации, усиливающуюся коррупцию, несправедливость, и это взорвалось. Это не могло не взорваться. Но сейчас мы снова имеем важность, мы видим важность того, чтобы общество снова вовлеклось в постоянный контроль и власти, и оппозиции. Я не вижу, что сейчас кризис, потому что когда я вижу оппозиционные партии, сколько поддержки имеют во время своих акций, это не многочисленные акции. Ну, это обычная политическая деятельность. Ну, кризис я больше имел в виду не стабильность какая-то политическая, а больше то, что такое ощущение складывается, что в Армении как будто бы нет политического выбора. Грубо говоря, то есть у тебя есть возможность выбрать Николу Пашиняна и правопартию власти, либо почему-то все еще мы там выбираем между бывшими и новыми, и каким-то образом в политическом поле сохранились представители бывшей власти, которые называют себя политическими деятелями. Я в этом плане имел в виду кризис, что нет какой-то альтернативы, нет третьей силы. В этом плане я с вами согласен, и, к сожалению, власти часто этим зла употребляют, потому что они даже иногда... Ну, им выгодно фактически иметь таких оппонентов, потому что это очень слабые оппоненты. Очень надежный статус-квост. Да, да. Люди никогда не пойдут голосовать за руби или эсэра, или их приспешников, и власть может почивать на лаврах. В этом смысле. Поэтому я всегда во время своих политических призывов, а любой гражданин имеет право делать эти призывы, я призываю оппозиционные демократические силы, которые вне парламента остались, объединиться и создать коалицию, какую-то демократическую коалицию, чтобы реально люди имели альтернативу. И не только гражданское общество, это общественные организации гражданского общества, это в том числе оппозиционные партии. Демократические особенно оппозиционные партии, они должны делать свое дело, а они плохо делают свое дело. Недавно нам удалось вместе с центром МОДУС и ВЕНДИ собрать часть этих оппозиционных партий за круглым столом, и им удалось вместе выступить с заявлением. Это очень важный шаг и по Украине, и по независимости Армении. Я не припомню такого за последние годы, и это хороший старт. Я надеюсь, мы это продолжим. А если говорить о том, почему политическое поле в Армении сегодня в таком состоянии, что у нас фактически, можно сказать, нет альтернатив, почему так произошло? То есть это какой-то прополитический процесс в последние 20-30 лет, который к этому привел? Или это постоянно в средствах массовой информации максимально сделать политику грязные вещи, чтобы у людей было отторжение от политики, или какие-то другие причины? В чем было дело? Или это нормальные люди не хотели в политику, уйди, потому что боялись, потому что там какая-то бандитская среда и так далее, могут убить еще что-то и так далее. То есть в чем была причина? Могли убить, но во всяком случае сажали часто. Меня самого и моих друзей сажали один раз даже, месяц посидели в тюряге. Но, знаешь, шайки, я даже думаю, что было чудом, что вообще мы смогли в 2018 году свергнуть власть, сменить власть. Это реально было чудом, это какой-то просто сошлись интересные, важные какие-то моменты, благодаря чему это удалось. А сейчас есть воздействие внешних сил, внешняя в том числе поддержка политическая для части, например, для оппозиции. Новые оппозиционные демократические силы, которые не имеют каких-то внешних финансирований, политической поддержки, им очень трудно, потому что у них нет и финансовых ресурсов тут. Нам удалось... А почему нету? В Армении нет денег или в чем проблема? Ну, деньги концентруются на крупном бизнесе, а крупный бизнес, к сожалению, очень так диверсифицирован конкретно или к власти, или к бывшим властям, да? Да. Оппозиции, которые парламентны... То есть крупный бизнес не видит необходимости создания другой альтернативы сегодня? Да, и это могла быть прозападная альтернатива, но и Запад тоже особенно так не финансирует, да, политические партии, потому что это незаконно. Так что, так получается, что вот остались без каких-то реальных ресурсов именно те силы, которые могли бы стать альтернативой. Ты уже сказал по поводу революции 2018 года. У нас у всех были определенные ожидания, да, от этой эволюции. Как тебе кажется, какая часть этих ожиданий исполнилась, и, может быть, какие-то несколько примеров, а какая еще не исполнилась и вообще не предвидится исполнение, скажем так? Что пошло по-неверному? Ну, начнем с того, что всегда... И вообще, было ли, вот многие сейчас говорят, извини, что перебил, многие сейчас говорят, что это была не революция, а просто смена власти, да, скажем так? Была ли это революция? В классическом смысле, естественно, это была просто смена власти, а не революция. В классическом смысле. Но, учитывая то, какие психологические, тектонические изменения он с собой привел, смена элит, как минимум, которой не было у нас 20 лет. Вообще, при любой смене власти происходит смена элит в других развитых странах, да, нормальных демократических странах. Но так как у нас этого никогда не было, элиты сами себя воспроизводили, сами рокировки устраивали, да, часть менялась, часть не милалась, но это, в принципе, была одна и та же, вот, коррумпированная, да, мозга и костей элита. И вдруг все это сменилось. Вот это мы называем революцией. А вообще, да, это были гипертрофированные ожидания, как всегда бывает во время революции, у народа, у меня все-таки имеющего опыт политический, таких ожиданий не было, поэтому я более так реально смотрел на вещи. Так что это разочарование у меня не настолько сильное, и я вижу трудности, которые стали перед новыми властями, хотя я вижу также и неподготовленность новых властей, и, конечно, их ошибки тоже, особенно в кадровом отношении. Они провели множество реформ, это очень хорошо. Многие реформы удались, например, реформа полиции, если вы хотите пример, да, уличная полиция, как это у нас называется. Есть другие реформы тоже, и в тендерах, и в строительстве, у нас бум строительный, основанных на госзаказах, у нас асфальтирование, во всяком случае, в 2019 году резкими темпами усилилось, и нам было известно, что действительно там нету, практически нету коррупции, поэтому качество дорог значительно и сразу улучшилось, и были дороги, которые не ремонтировались 30-40 лет, и вдруг они стали ремонтироваться. И мне было странно, что парламентская так называемая оппозиция, а всегда так говорю, так называемая, потому что это бывший криминалитет, который был у власти, оппозиция, их язык не поворачивается называть. Они обвиняли действующие власти, называя их асфальт-прох, то есть те, кто кладут асфальт, как будто это плохая вещь. Хорошо, что еще не сказали, что те, кто кладет асфальт, это предатели и турецкие пособники, это их лексикон, все, что им не нравится, они обзывают турецкими пособниками, предателями, вот такое странное поведение. И много других реформ тоже. Но я больше хочу сконцентрироваться на критике власти, потому что я представитель гражданского общества, а мы всегда должны держать планку очень высокой. И тут у меня есть возможность, периодически и во время своих интервью, и я делаю также расследования, как блогер, в различных сферах я показываю, что они недоработали, что они делают неправильно, особенно в кадровой политике. Это и военная промышленность, которой я уже месяц занимаюсь, и это и вообще реформой армии, это и судебная система, которую они практически не тронули. Это была одна из самых больших их ошибок, когда они обещали сделать веттинг, но ничего не сделали. Мы-то еще требовали даже люстрацию, чтобы агентов тоже бы люстрировали и хотя бы сняли из системы. А почему они сделали? Потому что выяснилось, что слишком многих придется. Илюстрация вообще дело очень такое трудное, потому что пока у России здесь большое влияние, иллюстрацию делать практически невозможно. Я это понимаю, потому что даже Грузия при Саакашвили масштабной какой-то иллюстрации не провела. А ее пророссийской назвать в грузинской власти при Саакашвили невозможно. То есть можно понять, какие там есть трудности. Но веттинг можно было сделать. Веттинг не связан с тем, что кто-то имеет агентурные связи с внешними силами или нет. Веттинг связан с тем, что он коррумпирован, что он имеет непосредством собственность, что он принимал какие-то решения судебные, которые потом приводили к проигрышу Армении в европейском суде. Вот через это можно было избавиться от половины судей, которые тоже проворовались до чертика. И все эти судьи были поставлены при прежних властях. Мы знаем как. Мы знаем, сколько стоило место судей. Сколько стоило? 100 тысяч долларов. И они возвращали эти деньги за год-два. Это всем было известно. То есть конкуренция тогда была... Конкурс был большой. Даже при этом, что 100 тысяч долларов требовало. Но сейчас только-только похватились после войны особенно. Я думаю, что власти после революции думали, что они под себя подо мной в судебную систему. И вот те компроматы, которые имелись на суде, они будут использовать просто для того, чтобы держать на крючке судебную систему. Это очень неправильный подход. И этот подход показал свою ущербность после войны, когда вот эта судебная система восстала просто. и присоединились к политической оппозиции. Что странно для судебной власти. Она должна быть независимой вообще от каких-то политических передрог. А тогдашний председатель высшего судебного совета он открытым текстом просто призвал судей к численности к восстанию против власти. Это про Гагаррия Тухмасяна речь? Нет, это председатель высшего судебного совета Вархазарян, которого сняли потом. Но сейчас тоже очень медленно продвигается. Действующий министр юстиции Карен Андреасен предан делу преодоления коррупции. И он обещал как минимум 40 судей снять со своих должностей. Но даже у него это не получается. И даже он нуждается в поддержке гражданского общества. Потому что на него после каждого иска, с которым он заходит в высший судебный совет, чтобы снять какого-то коррупционера судьи, на него сразу такое пиар-компания против него и в средствах массовой информации, митинги и так далее, которые организуют оппозиции, естественно, так называемая оппозиция парламентская. Потому что они знают, что судебная система их единственный бастион во власти. И даже европейские органы, вот Венецианская комиссия всегда теребит нашей власти, что не трогайте судей, это независимая власть и так далее. Они не понимают, что это независимая власть. Независимая мафия. Нельзя ее оставлять независимой. То есть институционально она должна быть независимой, но после кадровой чистки. Новые кадры, новые суди, да, должны быть независимы. А так мы просто не можем трогать мафию, которая там сидит. Я их называю спрутом. Большинство судей, во всяком случае, это в этом спруте, потому что там, знаете, как традиционные семейные узы даже начали действовать. Там что ни зять, что ни синт, или нотариус, или следственный комитет, или судья, или вот вся эта правовая сфера, она схвачена какими-то семьями, у которых друг перед другом какие-то узы, обязательства, взаимные сделки и совместные какие-то махинации и криминал, сделанные совместно. А сейчас эта кадровая чистка не проводится из-за того, что ресурса нет, или из-за того, что воли нет? Воля есть. Если бы не было воли, я не думаю, чтобы Никол Пашнер поставил бы на эту должность Карина Андросяна, министрирования системы. Для меня это маркер, что воли есть. Значит, нет ресурсов и возможностей, потому что действительно институционально на законодательном уровне наша судебная система супер защищена законами. Не подступишься. Понимаешь? К каждому судью, чтобы снять, это очень такая трудная процедура доказательств, связей. То же дело Нахшхарян, которая явно одна из самых коррумпированных судей. Она была, кстати, юристом в РЖД у нас в Армении до того, как стать судей. Чтобы просто представили связь. Самая коррумпированная организация в мире. Да, чтобы представили связь. И против которой у нас было дело на 120 миллионов долларов, в связи с чем Лавров преградил Армению, что, как вы смеете, трогать наших олигархов, чуть ли не. То есть, ихнии олигархи пришли сюда, чтобы грабить Армению, а мы не имеем права на них даже уголовные дела заводить, потому что это как старший брат, который должен, это его право грабить Армению. А наше право просто помалкивать и следить за тем, чтобы их никто не трогал. Так вот, наш Корян не смогли снять. Да, и Степа Сафарян в этом деле участвовал, он подал иск и министерская юстиция поддержал, но Высший судебный совет не снял ее. Если вот подытожить немного вот текущую ситуацию с политическим полем Армении, можешь ли ты назвать, не знаю, одну или три политических силы, политические партии, которые могут быть альтернативой, чтобы вот у людей не было этой ассоциации, что альтернатива либо Никол Пашинян, либо Роберт Кочарин? Могу, конечно, но не буду этого делать и скажу почему. Так как я сейчас считаю необходимым сплотить все эти партии вокруг круглого стола, и там больше партий, чем три, которые ты хочешь, чтобы я назвал, это может привести, так как я вовлечен в этот процесс как провоцирующий в хорошем смысле, да, вот это объединение, вот этот диалог за круглым столом, я просто боюсь обидеть какие-то другие партии. Ну, понятно. Да, сейчас главное, чтобы они объединились. Единственное, я могу сказать, что я дал на выборах свой голос партии Суверенная Армения, это партия новая, молодая, там мои друзья, многие, в том числе те, кто воевали в Арцахе во время 44-дневной войны, ее лидер Давид Самасов. Давид Самасов. Мы не окажемся в одной и той же парадигме бывших и новых. Но ты же видишь, это очень трудно идет, этот процесс, поэтому я не хочу так кидаться надеждами тоже, но все-таки я в этом направлении и не только я работаю и посмотрим. Надежда есть, в общем. Надежда есть. На этой ноте я предлагаю сегодня завершить, но я буду надеяться, что мы с Вовсепом будем продолжать наши разговоры, потому что очень много есть тем, которые мы сегодня не подняли и будем надеяться, что в ближайшее время еще обсудим. Спасибо тебе.